Особое мнение на 101FM С общественным транспортом Хотя Денис сейчас трудится в другом городе Он активно следит за тем, что происходит в этой отрасли Именно в нашем городе, в Кирове И зачастую вы, Денис, являетесь еще и первоисточником информации Новости впервые от вас какие-то звучат Вот хочу сразу сейчас к вопросу перейти В конце прошлой недели стало известно И первым вы как раз об этом сообщили Позже эта информация была подтверждена в пресс-службе городской администрации Речь идет о том, что очередной начальник отдела транспорта нашей мэрии Покидает свой пост Речь идет об Александре Баеве С апреля 2023 года он возглавлял эту структуру Ну получается вот порядка 9 месяцев отработал Если говорить о предыдущих начальниках То они тоже в общем-то недолго трудились Ну и естественно вопрос хочется задать Вообще на ваш взгляд о чем это говорит такая частая смена руководителей Как это влияет вообще на развитие общественного транспорта в Кирове Насколько серьезная проблема на ваш взгляд, Денис? Ну проблема на самом деле намного серьезнее Чем наверное о ней можно было бы представить Безусловно наблюдается кризис в общественном транспорте Потому что ну как вы правильно сказали Это уже наверное на моей памяти за последние два года Шестой руководитель отдела транспорта Который также не проработал и года на должности Чем-то отметился он или нет Ну наверное в положительных историях я не могу припомнить В отрицательных да мы видим что на протяжении последних нескольких месяцев Критика общественного транспорта она усиливается Встречения проводятся, депутаты выступают С критикой общественного транспорта на основе жалоб Пассажиров и жителей их округов Но тем не менее мы всегда слышим что потерпите Скоро все исправится, но к сожалению не исправляется В этом на самом деле мы говорим несколько лет Что подход должен кардинально поменяться Для того чтобы наши жители города Кирова Увидели качественный, комфортный общественный транспорт Сейчас он к сожалению работает по остаточному принципу Контракты торгуются на 10 копеек в год и так далее Что касается конкретно Александра Баева То я считаю что причину ухода наверное мы на ближайшее время не узнаем Но я считаю что здесь проблема кроется Наверное в том числе в его непосредственном руководстве Это заместитель главы администрации отвечающий за данную сферу За ЖКХ и транспорт Печенкин Дмитрий Ну если от него уже шестой руководитель за последние два года бежит То либо он не предпринимает никаких необходимых мер Для того чтобы остановить такую текучку кадров Либо все таки проблема в первую очередь в нем Как в руководителе он не может организовать работу Он не может спросить за организацию работу И соответственно не может подобрать нормальные кадры Я не видел ни разу чтобы проводились какие-то кадровые конкурсы Чтобы выбрать того или иного специалиста Может быть они есть Именно на эту должность мы имеем ввиду? Да, да, соответственно все практикуларно Мы видим что никакого скажем так Карьерного лифта здесь не наблюдается Я понимаю как было раньше И много лет назад Еще до прихода меня в эту сферу Чтобы дослужиться до такой должности Необходимо было себя хорошо зарекомендовать Но как мы видим назначают руководители Которые сферы общественного транспорта Настолько далеки наверное как я там Откройки и шитья Поэтому проблема есть Проблему кардинально надо решать И говорить о каком-либо развитии Когда у нас руководители отделов меняются Настолько часто что мы не успеваем их запомнить Но наверное глупо самих себя обмануть А какими вообще принципами в работе Должен руководствоваться начальник отдела транспорта Администрации? Что концептуально должно быть заложено? Ну насколько я понимаю Как это обычно бывает руководитель Придя на должность Он примерно там год вливается В вопросы Потом уже более-менее начинаются Какие-то эффективные меры приниматься Правильно размышляю? Вот чтобы как раз Руководитель год в работу не вливался Поэтому я и говорю Должен быть назначен специалист Из этой сферы Так называемый кадровый лифт должен быть Либо это какие-то Вышестоящие руководители В транспортных организациях Либо это сотрудники Этих отделов Ну я так понимаю Что сейчас Скорее всего там отдел транспорта Он недоукомплектован И наверное Готовых руководителей Скорее всего там нет Иначе бы их наверное уже назначили По крайней мере Я помню когда я пришел Только в эту сферу 12 лет назад Ведущим специалистом Работал как раз Сотрудник из автотранспортного предприятия И на самом деле Он знал все проблемы Он знал все проблемы водителей Он был когда-то водителем Его отец насколько я помню был водителем Соответственно он знал что нужно сделать Работа с ним Просто приносила там радость Мы выезжали с ним на остановке Общественного транспорта Отрабатывали любые жалобы Как пассажиров Так и наших сотрудников Сейчас к сожалению Мне кажется ничего не делается Для работников предприятий Начиная там от организации Конечных остановочных пунктов Всеми благами цивилизации Туалеты и так далее Там пункты приема пищи До в том числе Условий проезда на общественном транспорте Сколько мы писем Мы списали в ту же администрацию На том что припаркованное транспортное средство Мешают не только проезду Что мешают не только проезду троллейбусов Потому что не хватает длины Только приемника Но и развернуться не могут они Особенно на площади лепсии Но к сожалению Реакции до сих пор там Никакой нет Поэтому в первую очередь Должен быть специалист Из этой сферы Как минимум я считаю Что не менее пяти лет Отработавшие И которые понимают все проблемы Как пассажиров Так и работников предприятий Потому что Почему люди бегут с предприятия Потому что их не устраивают Как условия труда Так и условия заработной платы Ну я так понимаю Скамейки запасных В общем-то наверное и нет На эту должность Как вы считаете А все потому что Резерв не проводится Никакие конкурсные Кадровые конкурсы И тогда Если бы проводили Там необходимую работу В этом направлении То наверное Мы бы видели Как минимум Какой-то список Из потенциальных участников А лично вы Денис Вот если бы вас спросили Задали бы такой вопрос Вы могли бы Порекомендовать Специалистам На должность Начальника отдела транспорта Кировской администрации Есть вообще Такой человек На примеси Сейчас никого бы Порекомендовать И не хотел И не стал бы Ну как я уже говорил Проблема не только В определенном там Сотруднике Проблема наверное в том Что надо вообще Подход менять Мне нравился За последние там Три года Как работал Чикелев Данил Александр Не изменяет память Отчество его Он поработал немного Но он один из тех Во-первых Он пришел из этой сферы Он работал В министерстве транспорта Во-вторых Он знал И видел И понимал Проблемы водителей Мы с ним Много раз встречались И на территории предприятия Выезжали на конечные Остановочные пункты Где нужно было Он безусловно помогал Где надо было Ему применить жесткость Он безусловно К нам ее применял Наверное он мне только запомнился Из последних Шести-семи человек Ну что касается личности Александра Баева То тут на днях Он успел сделать заявление По поводу выявленных Очередных нарушений В работе общественного транспорта 10 января Администрация города Сообщила Об итогах очередной проверки На этот раз В центре внимания Оказались автобусные маршруты 54, 52, 44 и 90 Люди снова говорили о том Что часто транспорт Приходится подолгу ждать Автобусы переполненными приходят Или раньше уезжают Ну и вот Баев сообщил о том Что возможно Будет расторжение Муниципального контракта С автопредприятиями Насколько я помню Такая угроза поступается Не первый раз В адрес перевозчиков И вот чем эта ситуация На ваш взгляд Отличается от того Что было Ничем она не отличается Регулярно Я вам скажу Что на сегодняшний день 90% перевозчиков На протяжении года Не исполняют условия контракта Если бы захотели расторгнуть Расторгнули уже бы давно Главные Условия контракта Это Киров пассажир автотранс И АО АТП Ну скажите мне Кто расторгнет контракт С двумя самыми крупными Перевозчиками А у них Самых плохих показателей У них в городе Вместе у них Не выезжают Там более 40-50 единиц В день Подвижного состава Как автобусов Так и троллейбусов У частных перевозчиков Намного меньше Транспортных средств Не выходит на линию И мне там Удивительно было наблюдать Что критикуют Только частных перевозчиков Когда проблема Она в первую очередь Как раз Государственная У того же Еще раз говорю АТП Не выходит В день Порядка 37-38 единиц Транспортных средств А с чем это связано? Это технические неисправности Организационные моменты Людей нету Экипажей В чем проблема? Там на самом деле Проблем Намного больше Но в первую очередь Безусловно Нет транспортных средств Нет водителей Нет кондукторов Начнем с транспортных средств Мне непонятно Куда делись Транспортные средства Которые работали при мне В день моего Увольнения Два года назад У меня выходило На линию Подвижного состава 108 автобусов И 74 троллейбуса Сейчас выходит 79-80 автобусов И порядка 50 троллейбусов При том, что После моего ухода Подняли стоимость проезда Значительно И 29 Почти новых автобусов Передали От Киров пассажиров Татранса Соответственно Не было бы этих автобусов Понимаем, что выпуск Был бы автобусов В два раза ниже 50% Теперь у меня вопрос Я его уже задавал Где транспортные средства Которые работали при мне Ответ Я знаю на этот вопрос Но почему администрация Не может его задать Своему наставленнику Мне непонятно Эти автобусы Стоят в ожидании ремонта И сданы в металлолом Я об этом уже писал неоднократно Что автобусы Которые проходят Капитальный ремонт Сдаются в металлолом Это как минимум Расстраты Я считаю Что за ситуация Сначала отремонтировали А потом заработали Как на металлоломе Мы отремонтировали полностью Автобус При мне его ремонтировали Оставалось только туда Установить двигатель Который прошел Капитальный ремонт Но После того как я уволился Почему-то Все поменялось И соответственно Автобус На который Потратили Несколько сотен тысяч рублей Благополучно Сдали в металлолом В октябре по-моему Это было Я писал большой пост Сдали в металлолом И Это не единожды случай Соответственно Ну что в голове У тех Руководителей Которые принимают Такие решения Ну еще раз говорю Я считаю Что это растраты Я считаю Что это халатность Как минимум Должны последовать Определенные проверки Такое решение Денис единолично Руководитель АТП Принимает Или все-таки В связке В советах С администрацией Я думаю Что он принимает Безусловно Единолично Кто ему советует Его подчиненных Мне неизвестно Но Как он себя позиционирует Специалистом В этой сфере То наверное Должен был Как минимум Выйти на улицу И посмотреть Что автобус Находится В достаточно Пригодном Для эксплуатации Состоянии И в то же время Списывают автобус Прошедший Капитальный ремонт 2011 года выпуска И в то же время Покупают БУ автобусы 2008 года выпуска Вот это мне Вообще непонятно То есть еще более Возрастные Конечно Да То есть еще раз говорю Мне не поддается Мысли Действующего Руководителя Вообще какой-то Определенной логики И объяснению Вот Что касается Водителей Безусловно Водители уходят Из предприятия Водители уходят В другие сферы Водители уезжают В другие города Видя вот это все Но еще раз говорю У меня водителей Пусть С небольшой Нехваткой Но было В достаточном количестве Выпустить 108 машин Напомню Что сейчас АТП нужно выпускать Порядка 100 машин То есть те 108 машин Я выпускал Их бы сейчас Хватило с лихвой Где эти водители Где эти кондукторы Они уходят Они увольняются Потому что их Не слышит руководство Потому что автобусы Не ремонтируют На сегодняшний день С ремзоной ОТП Большие проблемы Уволились Все мотористы Которые могли Отремонтировать двигатели Уволилась там Часть Слесарей И так далее Автобусы стоят В ожидании ремонта Бывают по несколько месяцев Ну куда это годится Соответственно Водители Этот беспредел Они уходят Уезжают в другие сферы По поводу зарплаты Я конечно тут не погружен Очень активно Подробно Но По таким послухам Знаете Зарплату водителя автобусов В Кирове Сейчас Достаточно на приличном уровне Насколько это соответствует Действительности Вот я общался еще в декабре С некоторым водителем Автобусов В ОТП Мне Озвучивали За Выработку баланса Рабочего времени В месяц Без различных переработок Порядка 55 тысяч рублей Соответственно Не такая Большая зарплата Чтобы Задержать Удержать водителей В этой сфере Потому что Ну В Грузовых перевозках К примеру Там не менее 150 тысяч рублей Получают водители Которые Работают На межгороде Дальнобойки Так называемые Как минимум Я там 12-15 человек Могу Сходу назвать Кто за последние Два месяца Уехали В другой регион Работать на Большегрузных Транспортных средствах И они получают Кратно То есть зарплате Которую они получали В городе Кирове Соответственно Да у водителя автобуса Есть свои плюсы Это и Более ранний выход На пенсию Там и так далее Но Водители молодые Они живут Сегодняшним днем И понимают Что К сожалению Не все могут Доработать До выхода На пенсию Не получив Каких-либо Заболеваний И так далее Профессионально Поэтому Да и все Живут по принципу Заработать Нужно сейчас В общем Проблемы Носят Хронический характер Из года Из года в год Требуют 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 Зарплату Кондуктора Поэтому Совсем Здесь понятно Вот это Действие Экономическая сторона Вызывает Какие-то вопросы Поэтому проблем На самом деле Очень много Решаются они Или нет Мне сейчас Сложно сказать Поскольку Я там По году Уже Не работаю В данном предприятии Но Видя со стороны Проблемы Нарастают Как снежный ком И к сожалению Выпуск Все хуже Хуже И хуже Ну так На ваш взгляд Все-таки До расторжения Контрактов Дойдет Дело Дойдет Нет ни одного Перевозчика На сегодняшний день Кто идеально Исполняет Условия контракта Расторгнув с одним Нужно предложить Кому-то Поучаствовать В конкурсных Процедурах Сейчас Почти все Перевозчики Нарушают Условия контракта Соответственно Движного состава Ну Не произойдет Это в ближайшее время Точно Ну вот По поводу Девяностого маршрута Все Я думаю Кто пользуется Общественным транспортом В Кирове Знают Что И новые автобусы Это частный перевозчик Да Насколько я помню Девяностый маршрут И новые автобусы Появились Но вот Вопросы и претензии Все-таки К компании Остаются Хотя Оказалось бы Ситуация должна улучшиться Проблему Здесь можно было решить И предложение Я свое Направлял Работающий На должности Руководителя АТП Необходимо Рассмотреть Возможность Продления 23-го маршрута Пруды И соответственно Тем самым Можно было бы Снять Часть нагрузки Как раз 90-го маршрута Но тогда Администрация Все наши Желания Пожелания И идеи Благополучно Забраковала И соответственно Вот сейчас Пассажиры получают Тут нигде От недовыпуска Транспортных средств А что там Какие аргументы В администрации Были Почему На этот шаг Не пошли 23-я машина На то время Поместителем Главой администрации И начальником ДГХ По-моему Был как раз Печенкин Зотин Но они делали Все для того Чтобы работа АТП Не отличалась Положительными моментами Соответственно Им не важно Было Насколько Я считаю Как будут добираться Жители До своих мест Учебы работы Им главное Было Чтобы АТП В том числе Его руководитель Я Сильно не выделялись И мне неоднократно В то время было сказано Что ты слишком Выделяешься своей активностью Наверное В том числе Какая-то ревность Не секрет Что у нас были Разногласия С прошлой администрацией В лице Осипова Но Я надеюсь Что сейчас Все-таки Вячеслав Николаевич Соберет команду Которая будет работать На имидж А не на Какой-то там Популизм Несмотря на Все проблемы В сфере Общественного транспорта Проблемы Хронического характера Повторюсь Все-таки У нас в Кирове Пытаются внедрять Новшества Я имею ввиду Бескондукторную систему Оплаты проезда В том числе Не впервые Уже это происходит На днях Администрация Известила о том Что данную систему Хотят опробовать На автобусном маршруте Киров Сидоровка Причина Как раз Заключается В нехватке Кадров В нехватке Кондукторов Как вы считаете Насколько перспективна Эта система У нас в городе Ну я хочу напомнить Что два года назад Именно на этом маршруте Именно я первый Начал тестировать Единственное Что у нас тогда не было Стационарных терминалов Для оплаты Но они были В принципе И не нужны Мы проводили тестирование В выходные дни При помощи терминала Который находился У водителя Ну 117 маршрут Киров Сидоровка Он примечателен тем Что там Односторонние пассажиропотоки Как правило Нет сменяемости На остановках То есть Утром В Сидоровке Пассажиры сели Уехали в город И вечером Соответственно Обратно вернулись То есть Дима На первых остановках Обилетить И далее уже В принципе Далее спокойненько Уже все Соответственно Вот это время Обилечивания Оно конечно Увеличивалось Мы это все Проработали Просмотрели И в целом Ну если бы у нас Стал выбор Выпустить Машину Без кондуктора Или Пожертвовать Какого-то другого Маршрута Более Пассажироемкого Мы конечно Приняли решение Именно На данных На таких маршрутах Работать без Кондуктора В будние дни Безусловно Было бы Немножечко сложнее Но тогда Не было Вот этих Стационарных Аппаратов И так далее Плюс был Ковид Ну много чего Там не удалось Реализовать Но в целом В целом Мы заметили Снижение Доходности Маршрута Снижение Выручки Ну не секрет Что пассажиры Есть те Которые не желают Платить И С ними Бороться Плюс Нет нормативной Нормальной базы Штраф В 100-200 рублей Ну поверьте Не испугает Пассажира Потому что Он в месяц Может сэкономить Намного больше Чем его штрафуют Да и самое главное Некому штрафовать Водитель не имеет Право штрафовать Контролеров Как таковых Которые имеют Право это делать Также нет Соответственно Данный Данный наш Эксперимент Он Грубо говоря Провалился Я думаю Что и сейчас Без изменения Нормативной базы Тоже ничего не получится Но как признался Катынов Они иногда ездят И вообще без кондуктора Возят пассажиров бесплатно Ну здесь же Я также считаю Что это как минимум Идет растрата Что за подарок такой Нет ну подарок Конечно приятный Для кировчан Но с точки зрения Экономики Коммерческого предприятия Это конечно Ни в какие ворота Да Там декларируется убыток 143 миллиона рублей в год В том числе И за счет этого Ну в большей части Конечно Из-за того Немножечко неправильно Там они работают Ну а Как все таки Оцениваете Перспективы На постоянной основе Внедрения Бескондукторной оплаты Проезда Пока рано еще Говорить об этом В нашем городе Я думаю Что это не так Быстро произойдет Но в целом От этого К сожалению Никуда не уйти Ну Есть нехватка Кондукторов Безусловно На заработную плату Там в 30-35 тысяч рублей Никто не пойдет Там те же Заводы крупные В том числе Оборонные Предлагают для девушек Намного выше Заработные платы Поэтому к сожалению Отток Будет продолжаться И скорее всего Рано или поздно На тех маршрутах Где низкий пассажиропоток Все таки мы увидим Систему оплаты Проезда Без кондукторов Но как я уже сказал Будут потери В доходности Но видимо В том числе Можно наверное Рассчитывать На развитие Высоких Современных Технологий Когда Плата за проезд Будет автоматически Взыматься с человека При входе В общественный транспорт Ну в Москве Да Если не ошибаюсь Реализовано сейчас В метро Да Такая вещь Я думаю Рано или поздно Такие технологии Дойдут Главное Чтобы они Работали Без какого Либо рода Погрешности Потому что В каждом Современном Оборудовании Все равно Присутствует Некая погрешность Главное Чтобы Минимально Наступивший 2024 год Еще примечателен И тем Что Было принято Решение Выделить деньги На ремонт Кировского Автовокзала В декабре Депутату ОЗС Одобрили Выделение На этих цели 70 Миллионов Рублей Вы как специалист Как профессионал Что можно делать Что можно сделать На эти деньги На Кировском Автовокзале Его нынешнее состояние Его нынешняя работа Как оцениваете И что вообще Там нужно сделать Ну безусловно Автовокзал Требует Требует Преображения Все-таки Это вторые ворота Да После Железнодорожного Вокзала Я напомню Что Порядка Наверное 15 лет назад Если мне не Изменять память Автовокзал Капитально Ремонтировался Обновлялся Фасад и так далее Вот тот Синий оранжевый вид Который сейчас Он имеет Он тогда приобрел Да Соответственно Ну те Автовокзалы Которые В городах Где Скажем так Уделяют Внимание Состоянию Транспортной Инфраструктуры Безусловно Он немножечко Не дотягивает Безусловно Есть проблемы С периметром Автовокзала Его как такового И нет Мы видим Что любой Нелегальный Перевозчик Может зайти На платформу Можно пронести Туда Не дай бог Что-нибудь Запрещенное А сейчас Все автовокзалы Должны Имея категорию Там Определенную категорию Должны Быть Оборудованы По требованиям Транспортной безопасности В среде безопасности Да Понимаю Соответственно Они обязаны Иметь Периметр Который бы исключал Проход Посторонних лиц На входе В автовокзал Безусловно Должны стоять Подразделения Транспортной безопасности Которые бы Проверяли Через Детекторы Проход И И все Вещи Которые Проносят С собой Этого Сейчас К сожалению Нет Это нужно Делать Это стоит На самом деле Не дешево Я думаю Что Та сумма 70 миллионов Рублей Она все-таки Подразумевает Как раз И оснащение Данными Средствами Автовокзала Если это только Там Грубо говоря Фасад Без Какой-либо Дополнительной Инфраструктуры Ну Наверное Тогда Все-таки Нужно Поскорее Озаботиться Этим вопросом Мы подошли К небольшой Рекламной паузе Напомню Что общаемся Мы с Денисом Парлогом Членом Общественного Совета Рос Транснадзора Общаемся Дистанционно Сегодня Прервемся Буквально На минуту И продолжим Нашу беседу Возвращаемся в студию Продолжается программа Особое мнение Наш сегодняшний герой Денис Парлог Член Общественного Совета Рос Транснадзора И следующий вопрос Который бы хотелось Задать Я думаю Что Актуальность Его довольно Велика По поводу Стоимости Проезда В общественном Транспорте В Кирове Все мы помним Что действующий Ценник В 30 рублей За поездку Уже Был зафиксирован В марте 2022 года Практически Уже два года Прошло Ваши прогнозы Денис Будет ли меняться Стоимость проезда Предпосылки Для этого Экономическая Составляющая Ну может быть Есть какие-то Политические вещи Которые Не позволят В этом году Так Провести Эту инициативу Что на ваш взгляд Будет происходить Ну я думаю Что все-таки До Выборов Президента Российской Федерации Безусловно Никто не будет Рисковать Никто не будет Нагнетать Далее Я думаю Что все-таки Скорее всего Пересмотр Будет возможен Почему Я так думаю Потому что Буквально вчера Перед уходом Александр Баев Вашим коллегам В эфире Сказал Что стоимость проезда Сейчас низкая Ее нужно поднимать До 35 рублей Я думаю Что по заявлению Он бы огульно Не сделал Скорее всего Какая-то работа Какая-то подготовка Ведется К тому Чтобы повысить Стоимость проезда И более того Тот же руководитель АТП Дмитрий Катынов Он Насколько я знаю Уже недавно Предоставлял В администрацию Расчеты И более того Отчитывался На совете Директоров Что стоимость Проезда К концу года Должна вырасти И уже заложил Даже обновленную Стоимость проезда Тогда по-моему Звучала цифра В 32 рубля Поэтому Уверен Что работа В этом направлении Уже ведется Но Без крупных перевозчиков Без АТП Без КПАД Безусловно Не хватит Действующим перевозчикам Усилий Чтобы в региональную службу По тарифам заявиться Потому что По законодательству Там необходим Объем рынка Не менее 50% Соответственно Я думаю Что все-таки Это произойдет Наверное Либо ближе к лету Либо летом Хотя Как я считаю Делать этого Ни в коем случае нельзя Есть другие механизмы О которых Мы тоже неоднократно Уже говорили Нельзя Полностью Окупать Свои затраты Только за счет Пассажира Вы имеете ввиду Видимо в первую очередь Субсидирование Некие Дотации Вливания бюджетные Да Должны Все контракты По аналогии С другими регионами Рассчитываться В соответствии С начальной максимальной Ценой контракта Есть соответствующие Приказы Министерства транспорта Российской Федерации Которые ее регламентируют И Тогда бы Перевозчики Не обращались К ежегодному Повышению тарифов Их конечно тоже Понять можно Безусловно Все выросло Я сам Уходитель Двух крупных Транспортных предприятий И вижу Насколько Все выросло Даже за последний год Топливо выросло 30% И так далее Безусловно Перевозчиков В декабря Тенденцию Тенденцию оцениваем Положительно И я Хочу поблагодарить Министерство транспорта Что они Уделяют внимание Как раз Труднодоступным Далеко отдаленным Населенным пунктам К сожалению Я знаю Что пассажиропоток На этих направлениях Достаточно низкий И я больше чем уверен Что эти маршруты Работают с глубоким Убытком Для Кировпассажиров Но жаловаться Кировпассажиров Трансу Наверное сейчас неуместно Потому что Более 2 миллиардов рублей Они получили За последние 3 года И соответственно Сейчас не несут Никаких затрат На обновление Подвижного состава В отличие от других Перевозчиков Поэтому Вот вам Автобусы Вы давайте Уважаемые Оказывайте услуги В максимально Возможных направлениях Вот это наверное И произошло И слава богу Что это произошло Потому что Об этом Мы также говорили Неоднократно Безусловно За то время Сколько Не работали Эти направления Эти маршруты Регулярные Появились Нелегальные перевозчики Появились Псевдотаксисты Которые Без разрешительных Документов Оказывают услуги Увеличилась Там аварийность В том числе Из-за них И Сейчас будет Очень тяжело Перетянуть Пассажира От Комфортного Почти Всегда Легкового Автомобиля В автобус Как Будет проводиться Данная работа Мне пока Как минимум Неизвестно Но думаю Что все-таки Пассажиропоток На этих направлениях Он будет Наверное Практически Неизменным Автобусы Будут ездить Даже не Полупустые А максимально Пустые Поскольку Как я уже Сказал Почти на всех Направлениях Очень много Нелегальных Перевозчиков До запуска Маршрута По моему Киров Кирс В прошлом году Я как-то За несколько Месяцев Ездил В этом направлении И Ну таксистов Их вообще Легко Различить По машинам Более того Я их практически Многих Знал Их машины Они и сами Подходят Вопросы задают Куда вас Нужно доставить Я Насчитал На отрезке Кирс Белая холлиница Я насчитал Порядка Девяти Автомобилей Которые Мне попались Навстречу Именно такси Соответственно Ну Какой Пассажиропоток Будет у автобуса В том направлении Ну Наверное Надеется В общем Речь опять же Об убыточной Деятельности Идет Как заработать Ну опять же Здесь правительство Молодцы Они дали Кировпассажерство Транспорт Соответственно Вы будьте добры Обслуживайте Так оно Наверное И в том числе Правильно Поэтому Я за то Чтобы география Маршрутной сети В области У нас все-таки Расширялась Увеличивалась Но тем не менее Как я уже говорю Техника Рано или поздно Придет в состоянии Уже непригодности И что дальше делать Потом на этих направлениях Либо А Либо закрываться Либо снова Помогать предприятию Ну Кстати Внутри Областные перевозки Расширения Это не единственное Новшество Межрегиональные Маршруты Тоже ведь Планируется запускать Ижевск Кострома Ульяновск Кукмар Республика Татарстан И помню Вы анонсировали У себя В телеграм-канале Запуск автобуса В Солилецк В Оренбургскую область 12 декабря Я к сожалению Не в курсе Произошло это Или не произошло Да Это произошло С небольшой задержкой Произошло Я насколько знаю Перевозчик уже Порядка двух недель Осуществляет перевозку Пассажиропоток Я интересовался У перевозчика Тоже пока там Не на сто процентов Но в принципе Уже Есть желающие И понятно Что кроме меня Особо там Больше Афиш Никто это не афишировал Там Киров Пассажир Страх Бокзал и так далее Поэтому Думаю Что данный маршрут Все таки там Особенно в сезон Будет пользоваться Спросом Не зря На данном маршруте От малого класса До большого класса Предусмотрены Транспортные средства Я думаю Что перевозчик Все таки Не пожалеет Что касается Межрегиональных маршрутов Обслуживаемых Киров Пассажиропоток Здесь наверное Надо все таки Десять раз подумать Потому что Если мы говорим Про развитие Маршрутной сети Области Это обязанность А если мы говорим Про межрегиональное направление То это скажем так Желание Пожелание И вот здесь Это уже сложно Будет объяснить Зачем предприятие Большими убытками В данных направлениях На Ижевск Мы Курсировали При мне Мы запускали Туда маршрутное Такси Но к сожалению Должного пассажиропотока Не пользовались Популярность Там по моему Как то через день Идет поезд И соответственно Выбор у пассажиров Есть На поезде Там в принципе Наверное Там немножечко Комфортнее Проехать И наверное Безопаснее Что касается То опять же Не могу сейчас Сказать Какой пассажиропоток По остальным Маршрутам Но наверное Точно будут ездить Там не пустые Но и говорить Там о прибыли С этих направлений Но к сожалению Нет Мы много раз Просчитывали Все межрегиональные Направления И к сожалению Они для КПАД Все убыточны Почти все Потому что у КПАД Другая система Налогообложения Они обязаны С этих маршрутов 20% платить НДС Ни один частный Перевозчик НДС Не платит И не обязан Соответственно КПАД Здесь на межрегиональных Маршрутах Всегда проиграет Частному перевозчику В любом направлении Вот такая увы Реальная ситуация К сожалению Истекает время Нашего разговора Денис Денис Прилок Член общественного совета Ространснадзора Благодарю вас Удачи в работе Всего доброго До новых встреч До свидания До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM